Всем доброго времени суток! С вами Лес Троус. Вернулись в Made of Scare. В прошлой серии мы с вами собрали все, что почти хотели, кроме одного цилиндра. Мы пришли туда и поняли, что нам туда путь закрыть с вами. Нам сейчас надо, видимо, вот эту зону изучить в поисках того, что открывает этот цилиндр, потому что пока, если честно, не очень понятно. Нам сюда, да? Отлично, пойдем. Отлично. Мы не пойдем туда, да? А почему мы туда не пойдем? А потому что игра не хочет, чтобы мы туда шли. Так, ой, подожди. Тут восклицательный знак был. А-а-а! Вот же, смотри. О, что это такое? Какой-то волшебный шар? Да-да. Так, там что-то было нарисовано с вот этими вот чувачками. Что это значит? Использовать приспособление. Шлобойнк! Хо-хо-хо! Лошары! Лошары! Оглохли? Что такое? Оглохли! Ах, вот что я собрала. Все, мы поняли. То есть, эта штука меня... Точнее, их оглушает. И мне для него нужны как патроны, правильно? А сколько у меня? Мне всего один картридж. А, два таких картриджа. Ништяк это вообще. Все тогда пошли. Значит, мы теперь можем их юзать, если мы их, конечно, найдем. Все, теперь можно идти. Хорошо, ясно. Ну, клевая штука, но это, наверное, только в самых таких дурацких ситуациях. Я думаю, мы и так пройдем. Пока что. Так. Ага, мне нужно на ту сторону. Ну, ясно. И будем использовать, слушайте, в крайних случаях, потому что дурацкие облачка. Ну, что это за фига тня такая? Ну-ка, перестань. Будем использовать только в крайних случаях, потому что вещь очень ценная. Мы, конечно, можем всех оглушить, но, опять же, нафига, если можно и так пройти? Как бы. Пацаны, это не очень страшно. Они такие, знаешь, скучненькие. Так, ну, давайте просто тогда обойдем. Просто вот. Вот сюда отойду. Тихонечко. Да? И проходим тогда до вопросительного знака. Задержу на всякий случай дыхание вот здесь и пойдем. Какая замечательная статуя. Замечтательно. Так. А что там лежит? Надеюсь, что-то крайне полезное. Может, какой-нибудь лифт. Лифтецкий или что-нибудь такое. Нам, я говорю, как-то надо все это дело пооткрывать. Ой, водичка, кстати. Чёртовы облачка! Ты чё б делаешь-то, а? А ну-ка... Блин... Дух... Бесит. Нам сюда? Ну и понятно. Хрен тебе. А, подожди. У-у-у! Это надо как-то включить. Ясно, мы поняли. Это дело надо как-то включить. А оно так не работает. То есть нужно подать электричество, вероятно. Писано, у вас что-нибудь нажимается? Ничего не нажимается? Тут должна быть... Ну, подожди. Что-то электрическое должно быть. Щиток какой-нибудь. Нет? Может, внутрь прям залезть вот сюда? Просто надо понять. Как бы... Ребята повсюду шарохаются. Сейчас давайте думать. Уходим. Отпускаем. Хорошо. А я не вижу здесь ничего. А, о! Туалет какой-то. Тихо. Че ты шумишь-то, господи? Ласты свои, блин, раскрыл. Все, бам. Отлично. Один заработал. Значит, второй на той стороне. Все верно? Блин, короче, надо идти туда, где факела, ребят. Ну, там, где факел, очевидно... Нормально. Нормально. Все. Значит, с другой стороны, да? Вот там? А, как раз я не посмотрела из-за того, что взорвалось дебильное облачко вот это. Все, и понятно. И сейчас мы все откроем, значит. Правильно? Правильно. Так это пока отлично. Это пропустит нас вообще, куда мне надо-то или нет? Задерживаем дыхание. Нажимаем. Почему? А-а-а! Я знаю, почему. Потому что вначале надо нажать там кнопку, и тогда... Мы поняли. Я поняла, как это работает. То есть мне надо вначале нажать кнопку на другом конце карты. Чтобы генератор можно было повернуть. Обожаю искусственное растягивание геймплея. Заметили, да? Это многие инди-игры так делают. Хотя это вроде не инди-игра. Я не уверена. По-моему, нет. Блин, на самом деле, если просто всех оглушить, наверное, можно проспедранить просто этот момент. То есть, смотри, вот сейчас я нажимаю. Лобоньк. И теперь иду обратно. Ага. Блин, был бы какой-то предупреждающий... Какой-то сигнал, что они, блин, рядом. Звук какой-нибудь. Не знаю, в наушниках какой-нибудь сигнал. Слышишь? И я слышу. Тихо, блин. Нафиг мне эти куколки не нужны, господи. Сейчас бы куколок собирать в такой опасной ситуации, господи. Все нормально. Нету пока никого. Ну, вроде да. Но они такие тормозные. Что-то ходят, шарухаются там. Задерживаем дыхание. И теперь оно нажмется. Я правильно понимаю? Как и в тот раз. А, ну я же говорила. Сразу догадалась. Было очевидно. Так, ну все, сельские дурачки. Я, пожалуй, пойду. А вы тут это самое. Наслаждайтесь обществом потрясающих статусов. И каким-то макаром мы, наверное, может сюда попадем. Сюда? Нет, как мы к цилиндру попадем? Что-то я не прикидываю пока. Ну ладно. Что такое? Непонятно. Какая-то тревожная музыка заиграла. Ничего не произошло. Я просто не знаю, как... Как управление теми воротами возле того цилиндра может... Может находиться так... О, в смысле? Да ты че, издеваешься? Ну вы и выродки, конечно, пацаны. Все? Нет никого. Дебилоид. А? Тратить будешь в мои еще успокоительные. Ты что? Совсем? Че такое? А, все. Ну и теперь вы будете шарохаться как раз там, где мне надо, да? И ходить. Ах, ну конечно. Просто обойду, пожалуй. Слышь, ты можешь траекторию-то выбрать нормальную уже? Что ты меня заставляешь круги наматывать? Подожду пока он, наверное, пройдет. А этот дебилоид где? Как будто игра вынуждает меня использовать этот шар. Но я-то этого не хочу. Вот они вдвоем уходят. Все, там нет уже никого сто лет. Боже мой. Какие вы злопамятные. Че там? Отлично, сейчас последний выйдет, и мы зайдем. Господи, я же говорю. Злопамятные, вообще капец. Иди. Иди. Все, пошли вон отсюда. Дебилоиды. А до этого дверь, главное, такая же. Абсолютно никого не привлекла. А сейчас, конечно, весь двор проснулся. Тут какие-то проходы еще. А, это невидимые стенки. Так, ну все. И где я? Где я? А, пока за мной годится, это не работает. Ясно. Ну, то есть, тут нельзя влететь в катсцену. Как знаете, в некоторых играх есть. Ты бежишь, бежишь, бежишь. Влетаешь в катсцену, и, собственно, тебе не обязательно уже кого-то убивать, за кем-то идти. Здесь так не получится, к сожалению. Ну, ладно. Так. Мы внутри? Мы в отеле? Ага. Нет, прошу прощения. Мы в отеле. Цель обновлена. Ответьте опять на звонок. Звонок? О! О! Русалка, я же говорю. Ну ты, блин, и десантура. Ладно, наслаждайтесь своей прекрасной русалкой. Дебилуэт. Ну все, сломалась игрушка. Это все из-за тебя. Твое пагубное влияние ее поломало. Тихо, тихо. Ц-ц-ц-ц. О! Наконец-то ключ-кракен! Отлично. Отлично. У нас есть ключ-крякин. Это завосхитительно. А это значит что? А это значит, что мы везде можем пройти. Вот тебе. Круто! Отлично. То есть, теперь мы просто ломим, да, пожалуйста, в другие тогда комнаты. Где-то звонит она, да? А где? А звонок в коридоре. Я туда выйду? Нет, отсюда-то я туда не выйду, конечно. Сейчас. Здрасте. Знаете, где звонок? Это на рецепции. Ага, все, иду. Дорогая, иду. А звонок их не привлекает, да? Может, нас глюны? Вечер добрый, мужчина. Какие у вас моднявые подтяжки. Мама покупала? Алло! Не удалось найти цилиндр. О, Томас, это прекрасная новость. Это, безусловно, освободит нас всех. Ты знаешь, где могут быть остальные? Так я же и так знаю, я видела. Один. Извини, любовь моя, но нет. Мой отец и дядя, моя семья, у них было много секретов, и только сейчас так многое становится понятным. А ничего, что мы разговариваем, а там меня пытаются сожрать. Другие цилиндры должны быть в отеле, возможно, на втором или третьем этажах. Найди путь, как добраться ко мне. Способ, чтобы подняться сюда, на чердак. Ясно. Способ подняться на чердак. Так, а вот эти проходики открываются? Нет? Ну, это мы отсюда начали. И теперь я могу, значит... Во-первых, здесь закрыто, да? Вообще закрыто. Хорошо. Закрываемся. От этого додика. Он сейчас пройдет мимо. А мы тогда, наверное, пойдемте ктулху ключом что-нибудь откроем. Быстрее, задыхаюсь! Иди вон отсюда! Пошел вон! Это мои владения, блин! Все, мне сейчас надо ктулху попасть. Чтобы все еще вы... А, это, наверное, последний цилиндр, кстати. Тот, который находится во дворе. Это, наверное, сам последний цилиндр. Мне кажется, мы его будем собирать в самую последнюю очередь. Ну, на фуа-фуа вы все сюда суетесь, я не понимаю. Вас кто сюда звал, а? Давай, давай. Так, вон там дверь рядом где-то. У меня бы засейвиться просто. Бесит, что приходится тратить. Успокоительное. Интересно, а сейв комната, а не сейв, если дверь закрыть? Очень интересно, кстати. Они умеют дверь открывать? Они как-то бодренько бегают, прям так. Ладно, сейв. Такс. Значит, что сейчас? Открываем ктулху. Правильно? Правильно. Все, засейвились. И они ушли. То есть, они умеют открывать двери. Вы поняли. Здрасте. Кто тут есть? Что тут есть? Так, опа. Это у нас... А, где находится, да. Угу. Нахождение трех цилиндров. Вот один, где находится. Оптимальное расположение. Медуза-подвал. Медуза, да? Медуза-подвал. Значит, вот в подвале цилиндр. Не поняла. Где вот здесь? А, тут ключ должен быть. У меня такого нет, к сожалению, пока. Угу. У нас сад, мы с кера. И первый этаж. Восточное крыло. Спальни. А я разве этого не находила еще? Хочу просто понять. Первый этаж. Какие-то спальни. Ладно, не поняла. Я думаю, оно все отметится на карте. Нам даже напрягаться не стоит по этому поводу. О, что-то тут есть. Пивной кран. Клево. Зачем он мне? Он в предметы собрался? А, в натуре. Там еще вот где-то здесь? Вот тут. Что-то, может, надо как раз... А, нет, там ключ ставится. Какой там пивной кран? Там ключ должен поставиться. Вот, это что? Аудиовизуальные заметки. При проведении последнего теста с цилиндрами замечен значительный прогресс. Объект под номером 4 показывает признаки внушаемости и повиновения после нескольких сессий на кафедре. Сочетание аудио-стимулирования и визуального внушения доказало свою эффективность. Но как масштабировать результат? Распространить его на широкую аудиторию? На кого? Персонал? Ну, больной ублюдок, господи. Ну, вот если я отсюда выхожу... Я попадаю в лифт, который везет меня абсолютно не туда. Но мы, значит, сейчас тогда просто дойдем до... Вот сюда. У меня нет больше мысли, честно говоря, поэтому нам бы еще наверх с вами сейчас подняться. Но я, если честно, просто проверяю. Вдруг пивной кран нужно в рот засунуть этой штуке. Откуда же мне знать, правильно? Ты можешь уйдешь? А? Задохнуть же нахрен. Ой, ну, конечно. Спокойно. Все? Отвалил? Идиот, блин. А вот это что? Можно его как-то осмотреть? Да. А, но здесь не ключ, не. Не, что-то мне подсказывает. Опять он меня нашел. И опять меня нашел, да? Ясно. А, я не могу пройти. Ты меня зажал. Дебил, кусок. Зажал ты меня? Ну, конечно, конечно. Как же мне было бы от тебя бежать? Ты думаешь, я буду на тебя, на одного идиота тратить целую... Нет, спасибо. Заряд я на него тратить не собираюсь. Блин, ну пошли опять в комнату с ктулху. Что поделать? О, так, все. Дебилоид, я ухожу. Хорошо, и запускаем это. Тебе здесь что надо, а? Ты посмотри на него. Просто не сдается. Где играет? Там что ли? Может, я упустила? Так, ладно, это просто возьму тогда. И это возьму. Ага. Такс. Наверное, стоит все двери, да, открыть для начала. Ну да, конечно. А что нет, естественно. Так. Спокойно. Не даем ему. И задерживаем дыхание. Вот так, хоп. Все. Дебилоид уходит, правильно? Тебя, правда, сюда никто абсолютно не звал. Но если ты думаешь, что его-то хоть как-то останавливает... Капец, где эта игрушка играет? Ладно, я не имею малейшее представление. А пока что я хочу засейвиться. Ну, раз я уже тут, как бы. Все, сейв. Так. Выйти нельзя. На второй этаж-то можно подняться? Или я там, наверное, не отмогу открыть? Нет, или все-таки эта ручка нужна пивная. Давайте проверим. Открайник от этого. Ну, фиг его знает. Ну, вдруг, ребят. Вот пойдем это и выясним сейчас. Ну, потому что больше... Вот этот лифт меня ведет куда мне не надо абсолютно. Ну, посмотрим. Там вот этот парень. Надо от него сразу в сторону уйти, чтобы он меня больше не трогал в этот раз. Опа. А, вот он в этот раз. Ну, конечно, теперь ты здесь, да? На, попробуй. Вот эту. Фиг. Это абсолютно не для этого. А зачем же тогда она мне? Тут все закрыто. В садах. Не была только здесь, да? Как? Непонятно. Подожди. В подвал, да? Меня лифт неизменно поднимает в подвал. Ну, здесь я все посмотрела. Можно, конечно, выйти в коридор обратно. Вдруг это хоть как-то нам поможет. Тут пока я не очень понимаю, куда нам. Может, там в целом лестница наверх есть? Я просто не видела. Давайте посмотрим. Ну-ка. Ну, конечно, есть. Но, правда, она закрыта. Наверное. Давайте поднимемся. Может, пивная ручка? Нам и поможет. Да, двери сами собой закрываются. Интересные доводчики у вас. Ну-ка. Опа. Сопротивляться песне. А, загибнотизировала вас, да, окончательно, ребят? Ой, это что? О, так это цилиндр куда надо вставить? Понятно. То есть, тут все-таки их четыре, да, должно быть? Ага. Ну, я здесь не прохожу. Очевидно. А тут вот как раз какой-то проход наверх есть, да? Пока что это просто какафония. Ну, черт знает. Ну, давайте на лифте спустимся. Как бы пока выбора-то у меня все равно нет. У меня же ключ тут есть. Может быть, он мне где-то нужен еще. Фиг знает. Вот здесь я выйду, да? И куда-то попаду, наверное. Так, ребята, давайте не будем это самое. Мы просто... Я просто пойду, ладно? Просто надо разобраться, куда идти дальше. Потому что пока что не очень понятно мне. И что была за комната? Что там за лестница? Так, а! А, и это ЛАЗ, да? Что вот это? Менеджер офис. И они туда бегут, да, все? Оу! Это сработало. Клево. То есть, смотри. Здесь на первом этаже, да? Вот же комната. Окей. Видимо, нам туда и надо. Все сюда бежим, дебилоиды. Ксюша думает. Ксюша пытается сообразить. Походу, нам вот сюда. Угу. Ну, правильно. Здесь где-то, типа, лежит еще один цилиндр. Там, наверное, мы найдем какой-нибудь ключик. Скорее всего, так и будет. Все, делаем сейв. Значит, мы идем тогда вот сюда. Вот комнаты. Раз, два. Видишь, тут куча проходов. Ну, ништяк. Это то, что надо. Не сразу разобралась, куда идти, но... Проверить-то надо было. Все, значит. Прямо насквозь идем. А вас это привлекло хоть чуть-чуть? Да, смотри, они реально в ту сторону все пошли. Дебилоиды. Так, нам сюда. Кто-то даже туда подошел. Хорошо. Опа. А я здесь вообще, что ли, не была? Похоже на ту. Как будто первый раз просто это место вижу. Все завалено так. Так, о, смотри. Дверка, которая открывается нашим ключиком ктулху. А-а-а. Умно, блин. А это было расположение цилиндров, типа, необязательное, что ли, часть программы? Туда можно было и не заходить. Я, наверное, зря обратно вернулась. Ну, хоть посмотрела. А, ну я же говорю, да, вот куча комнат неисследованных. Вот, мы тут даже не были с вами ни разу. О! Телефон, говорит, опять. О, хорошо. А здесь, ну, я, что я могу? Я так рада, что ты в безопасности. А, ну как в безопасности? Ну, как в безопасности? Я бы так не сказала, конечно. А тут как-то... А где проходы-то? Хорош закашливаться. Вот проход. А, и вот проход. Все-все-все-все. Вот. Смотри, сколько дверей. О! И я? Класс! Тут что-то есть. Карта? Это оно? Да! Вот тебе и карта. И еще один сейв, да? Прекрасно. Отлично. Дела прям налаживаются. Слышь. Слышь. Кто зовет? Томас? Томас. Так, мы поняли. Все, хватит, а? Может быть. Томас, Томас. Что Томас-то? Томас вон тут один старается. Что-то потеет. Куда вас позвать? Можно над ними издеваться. Гонять куда? В разные стороны. Так, а это что? Что это такое? Значит, высоковыражаемый композитор Генри Хьюз представит свой новый шедевр в королевском Альберто Холле. Известный композитор Генри Хьюз в последнее время работал над симфонией, которая в декабре этого года была представлена в королевском Альберт Холле. Мистер Хьюз, один из самых успешных музыкантов страны, сказал, «Я очень горжусь и рад, что снова исполняю свое новейшее произведение для широкой аудитории». Фото Генри Хьюза. Молодой валийский музыкант выступит в местных театрах страны. Молодой валийский композитор Томас Эванс объявил на этой неделе, что отправляется в тур по всей стране, во время которого будет исполнять оркестровые версии традиционных валийских песен. Так это мы! Верно? Мы же Томас. Тут, говорят, секретик какой-то. Пивасик! Пивасик! Это что-то откроет? Тайный проход! А, типа, угадай правильно и понятно. Порядок. Ты задолбешь дверь-то открывать. Спасибо! Дует мне, блин! А, я вижу! Я же все вижу! Вот я глупая! Да вот же, вначале пес, потом отель. Прям перед носом у меня загадка. Голова моя... О! Голова моя глупая, а! Ну как? Перед носом же загадка! Ой, господи! Ну, ребят, давайте честно, как бы думать на записи, это вообще не мое. Как бы, я же пытаюсь, ну... Видишь, не работает. Ну, все, открыли что-то. Ну да. Вот и пошли. А что мне надо сделать-то? Выползти, что ли, отсюда? И... А, ну да. Главный коридор мне надо. Теперь. Потому что здесь, видимо, не открывается ничего, да? Ну да, естественно. Пока что тут закрыто. Все, тогда просто выпуливаемся. Где он там ходит? Ушел? Вроде, да. Хорошо, что они двери за собой закрывают, правильно? Какие воспитанные монстры! Не могу! Меня как раз сюда. Представляешь? Что, прав за тобой идти? Ну, вы очень медленно ходите. Может, ты как-то ускориться, не понимаешь? Кофейку было сложно бабахнуть для меня, ну? А, боже, ты мой. Так, надеюсь, это куда-то проход. Может, как раз на второй этаж? А-а-а. Ну, мне надо как-то попасть, да, вот в эту зону. А я это не могу сделать отсюда, очевидно. Здесь все завалено, потому что. Значит, как-то через... Ну, со второго этажа как-то можно спуститься, ребят, гарантирую. Или это потайной проход. Как раз. И вот он мне абсолютно точно поможет. Ты, может, в обратку пойдешь уже, а? Нет. Фигушки. Пойдет ровно туда, куда мне и надо. Не дышать. До свидания. Хорошо. Все? Спасибо. Так, значит, там вот отодвинулась статуя, правильно? И шато это дает мне. Вот это статуя. Блин, короче, это точно какой-то тайный, ну, лаз. Кстати, на второй этаж, походу. Ну, да. Выглядит именно так. Угу. Нам просто... На первом этаже вот через эти завалы еще как-то надо будет пробраться. Но поскольку цилиндры четыре, это же я уж что-то зря. А я почему-то решила, что их три. Почему я так подумала? Без понятия. Алло. Что такое? Что за пролаги? Алло. Я тут. Элизабет, ты там? Мне удалось попасть на второй этаж. Да, я все еще здесь. Надеюсь, что теперь тебе удастся найти способ добраться ко мне. Но, пожалуйста, будь осторожен на втором этаже. Теперь я знаю, что мой отец и дядя придумали всевозможные ловушки. Смотри под ноги. Еще и ловушки. А где искать-то на втором этаже? На этом этаже в основном комната для гостей. Еще библиотека и комната моего отца. Не уверена, возможно, библиотека? Ну, там была карта, на самом деле. Но, блин, я, если честно, не запомнил абсолютно. С тобой еще кто-то есть на чердаке? Я уже довольно давно не слышала никаких звуков за этой дверью. Но я все еще слышу, как они рыскают в других комнатах. Ну, так отлично же. Тебя никто не дрогает. Будь осторожен, Томас. Ага. Ага. Ух ты. Что? Тут надо собрать детали. Все, я поняла. Круть. Блин, тут вот как-то все закрыто, да? Давай все проверим на всякий случай. О. О, комната 107 открыта, кстати. И записка. Журнал Исаака. Они все меня разочаровали. Мой олух-брат, похоже, подтвердил худшее из подозрений Элизабет. После того, как она начала копаться в журналах нашего отца. Теперь она наотрез отказывается петь. Оказывается, учится по записям песни. Отказывается учиться по записям песни. И следовать наследию своей матери. Должен быть другой способ, другой путь. Мы долго не протянем на остатках былой роскоши. Возможно, сами записи. Быть может, получится придумать менее упрямое, но столь же чарующее решение. Я, конечно, все понимаю. Но что вы так помешались на этом пении? О, что это? Клево. Ну, это что-то порежет, что я найду. Хорошо. Но явно не сейчас, да? Ванная комната. Проломанная, кстати. Тут наверняка кто-то есть, да? Это была бы не ванная комната. Это не успокоительная или нет? Нет. Сейва просто пока не было. А я, вы знаете, люблю, когда есть сейвы. Здесь ничего. А, и тут вообще закрыто. А теперь открыто все. Вот еще что-то, господи. Журнал Джибидая. Мы нашли ее в разрушенном трюме судна Провиденс. Она была в железной клетке и со стеклянными панелями, закрепленной толстыми цепями. Откуда она взялась, куда ее везли и для кого? Я не могу сказать. Получив серьезные повреждения в результате крешения, нам посчастливилось найти ее в таком ужасном состоянии. Это вот та самая, что они там, ну, то самое, точнее. Ибо если бы она начала свою песню, наша гибель была бы неминуема. Через несколько недель, даже в таком ужасном состоянии, по тому, какое влияние ее песня оказывала на моих парней, да и не только на парней, даже на сознание женщин. Но я был уверен, что мы поймали Пей Саму Пейсину Е, дочь Мельпомены, музу-хору и трагедии. Что делать с таким созданием, обладающим подобной силой? Тот, кто слышал ее пение, оказалось, попадал под власть ее чар, становился более внушаемым. Начинал благотворить ее. Мне стало интересно, можно ли с ее помощью заванивать корабли. Но если был бы способ контролировать ее силу, выучить ее песню. Мой старший Исаак предположил, что его невеста, Пруденс, готова попытаться, и я дал ей свое благословение на это. А, ну мы ее могилку-то уже видели. Этой самой Пруденс. Ладно. Ну, вечер в хату, добрый вечер. Ну, что это такое? Сразу пришли, а? Ага, ты пришел оттуда, куда мне надо. Ну, мы поняли. Хорошо. Значит, они хотели просто повторить ее песню, чтобы ее можно было контролировать. Ну, видимо, очевидно, у них... А, ворота все... Подождите, извините. Очевидно, у них ничего не получилось. Короче, все двери откроются, как только мы соберем вот эти части. Поняли? Вот тут же гербы на дверях. Начала понимать. Круто. Соображаю. О, сейв. Наконец-то. От сейва никто в здравом уме не откажется. Отлично, заходим. Так, сохранились. Блин, меня кто-то в палец укусил. Падаль такая. Это правда, мама? Это правда, мама? Ты тоже участвовала в этом безумии? Я могу поверить в бред дедушке, но что стало в последнее время с моим отцом? Еще бы я не узнавала об этом сама. Если бы не узнала об этом сама. Что наше состояние сделано на кровице, на котором мы платим за песни сирены? Это та же песня, которую пела и ты, мама. Теперь отец хочет, чтобы я выучила ее? Это полнейшее безумие. И все же она завладела моим отцом и моим дядей. Завладела даже тобой. Что я могу сделать? Что я должна сделать? Я не могу поддаться требованиям отца, только не в здравом уме. Только не сейчас, когда я узнала правду. Что наследие нашей семьи основано на кораблекрушениях. Получено благодаря... Не успела она. На культе, выдуманном дедушкам. Культ, в котором ты служила жрицей? Как ты могла? Нет. Нет, я не должна. Я не буду частью этого. У меня должен быть способ покончить с этой тьмой. Ага. Я поняла. То есть они взяли это существо, сунули его, ну, чтобы привлекать, как бы, людей. Людей в город, да, под эту сирену. И в итоге они решили песню сирены выучить. Естественно, чтобы, как бы, манипулировать. Ее пела мама эту песню, зазывая сюда людей. Ну, в общем, мы поняли. Ибо они хотят заставить, естественно, дочь делать абсолютно то же самое. А дочь как бы говорит, не фуа-фу, а не буду я этим заниматься. Пошли вы в баню. Так, это капитально здоровое просто место. Секретик. В смысле секретик? А меня здесь не было, что ли? Да-да, покашляй еще нам. Не кашляй, ладно. Значит, что мы делаем? Посмотрим, что за секретик. Мы здесь, по-моему, не были. О, так. О, колокольчики какие-то. Класс. Слышишь? Надо повторить мелодию. Та-та-та-та-та. Ну-ка. Нет. Да я забыла ее уже нафиг. Ты что? Ну-ка. Ну-ка. Да я поняла мелодию. Все-все, готово. Я заново. Хрен тебе, Ксюша. Давай еще раз. Так это изи. Вот это раз. Да-да. О, отлично. Элемент сломанного фамильного герба. Отлично. Гениально. Все, выходим отсюда. Значит, теперь нам откроются с вами печати какие-то. Поняли? Так это я где нафиг? Это я... Вот сюда мне. Видимо. Хрен тебе, да? А я не поняла. Слушайте, я же отсюда и вышла, нет? Тут проход есть? А, нет, нету. Все, надо просто выйти обратно. Просто выйти вот обратно к фрагментам. Ну-ка, хорошо. И то есть теперь нам что-то откроется с вами, да? Класс. Сяду-ка я. Так, а где я видела такие... Такие-такие-такие гербы? Оно? Фиг. Не вижу. Не знаю, какой герб. Вот этот? А, вот этот герб. Клево. Ну и все-шечки. Теперь все вот такие гербы фамильные должны открыться. Видимо, надо вначале все собрать, чтобы все открылись. Хорошо. Ну вот, допустим, вот здесь что за знак? Посмотри внимательно. А тут вообще ничего нет. Ну, с той стороны, возможно, герб-то. Не знаю. Ладно, давайте засейвимся. То есть нам таких нужно... Куча, в общем, кусков таких надо найти. Порешай всякие загадки. Но они не такие, знаешь, сложные. Если подумать. Все, засейвились. Значит, нам надо тогда ходить по комнатам, да? И искать что-нибудь. Ну, круто. А здесь что-то может быть? Вот здесь я не была, допустим. Что это за место такое? Тут какая-то... Тут опять написано, что есть типа лаз. Но он с этой стороны, видать, не открывается. Куда мы пойдем? Ну, можно вот как раз по коридору направо тогда. Сейчас вот дружок-пирожок уйдет. Что-то они даже не страшные, да? Мы так прям думали, что будем прям обсыкиваться с тобой. А что-то... Прямо начало игры так хорошо было прям. Я несколько раз аж дернулась. И все. И печаль, блин. И уже не страшно. Так, это что? Карта. Ага. Ага. Ну, класс. Карта это то, что мне необходимо. Так, куда я сейчас выйду? А, не, спасибо. Мне сюда не надо. А это что? Пожарная сигнализация. Не зря она здесь, наверное, на стене это висит. Простите, чего такое сегодня? Может, я от него заразилась. Все, я поняла. Так, значит, сюда я вообще в целом никогда не попаду, правильно? Да, дружок, я согласна. И там восклицательный знак опять. То есть там опять кусочек лежит, я думаю. Опять какая-то загадочка, наверное, да? Интересно. Это чтобы что? Чтобы кому-нибудь голову отрубить? Типа мне? А, это и есть ваша загадка? Класс. Я взяла ручной маховик. Ага. И что, мне надо туда? Мне так интересно, не могу. Могу туда залезть? Да не, ну не нарисовано. А не могу. Так я просто потайной проход хотела открыть вообще-то. Смотри, как классно. Я в потайных лазах. Я с этой стороны могу их сейчас все открыть. Вот. Окей. Ну я просто думала, вдруг меня напополам тоже сейчас как раз режет. Вот будет веселуха. Всем кроме меня. Ага. И нам надо сейчас вернуться обратно и вот в эти комнаты попасть. А, здесь нет прохода, да? Ясно. Не поняла, подожди. А где же тогда? Все, это была одна сетка единственная? Ты хочешь, чтобы я здесь вылезла? Это не очень удобно на самом деле. Не, давай в обратку. Правильно? Я вылезу как раз вот тут вот пройду. Правильно? Ну да. Так. Встаем. Хорошо. Побежали. Не теряем времени. Как говорится, так. И нам просто с вами дальше по коридору. Тут, наверное, стоит присесть, да? Что-то я расхрабрилась. А храбриться это не надо, это неправильно. Все. Сейф. Хорошо. Значит, мы выходим и идем вот сюда. Правильно? Это у нас куда? Налево. Ага, вот он побежал, чудик. А нам мы можем просто по коридору обойти вот здесь. Ой, а что по патронам? Блин, у меня три патрона этой штуки. Если что, то я прям хорошо, хорошенько могу шандарахнуть. Клево же. Ну, правда, мне пока это не надо. Что-то врагов-то маловато. Знаешь, что-то смысла не вижу. Если честно, тратить патроны на них. В саду был смысл. Ну, нафига как бы. Это закрыто, да? И будет закрыто. А, ну, чтобы... А как же тогда туда попасть, если тут закрыто? Ну, видимо, с другого как-то этажа. Фиг поймешь. Мне просто эти куски нужны как бы все. А что-то их маловато здесь. Я просто уже почти как бы всю эту локацию закончила, а этих нет. Опа. О, нет. Не хочу этого видеть, да? А, они его превращают. И рядом с ним кусок. Ну, класс. А, это ты был, открыл дверь. Я подумала, это волшебное... Божественное вмешательство, блин. Что я сделала? Что-что-что-что-что взяла? Никто не понял, что я сейчас взяла. Ну, я же инвентарь взяла. А, картридж я взяла. Мы поняли. Хорошо. Так, ну, вероятно, мне придется... К нему сходить. Ну, у него там кусман просто. Очень хочется, конечно, этим заниматься. Безусловно. Кстати, я так и не проверяла, насколько эта штука вообще глушит. Надолго или нет? А еще я кое-что вот, что еще не проверила. Вот здесь была комната. Надо в нее все-таки сходить. Так. Блин, бедный мужчина. Его превращают там потихоньку. Представляешь? А мужчина-то и ни при чем. Ритуал. Музыкальный ключ взяли. Отлично. А музыкальный ключ у нас от чего? Правильно, от первого. Нет, от подвала. Круто. Я вот тут спрячусь и фью, ну, как бы, вот я тут, вот тут, вот тут все, меня здесь нет. Хорошо, значит, мы сейчас идем к этому парню. Мы взяли музыкальный ключ. Это потрясающие новости. Это значит, что мы можем пройти в ту комнатку в подвале. Но пока что мы не закончили здесь, потому что здесь еще какой-то кусок лежит детали. Надо просто вот так тихонечко. Бедняжка, я бы тебе помогла, но я не могу, прости. Он, наверное, все еще получеловек. Если-то он вообще издает эти странные звуки с хрипотцой такой. А как? Хочешь, чтобы я это сюда поставила? Опа. Это правильно? А, действительно. А инсульт жопа мне зачем делать? А? Нахрена ты орешь-то? Совсем... Совсем идиот, да? Ну, совсем идиот, что ли? Ты идиот? Просто потанцевать хотел, да? Он выломает в итоге? Сам? Ну, видимо. Ничего не понимаю. Открыть дверь. А вот это почему я не открыла? Не поняла. Что это такое? В смысле? Там что-то отображалось? Да нет, теперь уж, прости уж, надо вернуться. Я не отсюда ли забирал-то этот вентиль? Да нет. Я что-то... Я что-то должна сделать. Так ты выломаешь, нет? Придурочный, а? Попасть-то к тебе как? А, стой. Да я же дверь открыла. Чего я время теряю? Да все, все, мы поняли. Хочешь уметь. По голове прям дупишь мне. Обязательно, чтобы так шумно... Таким шумным быть. Иди давай, блин. Все. Отходим. Да почему ты меня видишь? Бесите, поняли? Бесите мамку. Бесите Ксюху. Бесите. Меня сейчас добьют, да и все. Что такое? Ты звонишь прям сейчас? Do you think that это хорошая идея? Алло. Комнаты на этом этаже, Элизабет. Что это за место? Место моей смерти. Два раза уже умерли за сегодня. А сейвы-то, ты понимаешь, они же не... Ну, как бы... Это самое. Сейвы-то сложные в этой игре. Да далекие. Подох вот один раз. Вот и теперь самое заново все и проходи. Ёпи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Господи. Ладушки. Ладушки. Кто что? Как кто расстраивается? Да сейчас мы это заново пройдем до ези-пизи вообще. Правильно, правильно. Куда нам? Нет, нам туда. Главное просто не палиться. Ну, может было на самом деле их просто оглушить. И не терять драгоценность сейв. Но, если честно, мне это не важно. Абсолютно. Так, здесь ничего, да, для меня полезного же нет? Нету, правильно. Так. Задерживаем дыхание и ждем, пока он пройдет. Полностью только. Чувствительный ты наш. Обожаю таких чувствительных. Все, ушла я. Все. Так, и мне что надо сделать? Забрать там кран. Забрать-то всякое. В общем, все то же самое. Надо просто повторить. Намырить, смыть и повторить, как говорится. Так, все. Я здесь. Все собрано, все взято. Берем фрагмент. Хорошо, все. И уходим отсюда. Чертова ядрень и матери. Куда мне? А, ну просто сюда, и тогда, наверное, там дверь откроется, да? Мне нужен сейв. А еще мне нужен хилл. А я вечно бегаю с красным экраном. Наверное, стоило экономить хиллку. Вот честно. Я просто не думала, что здесь есть несколько стадий. Знаешь, покраснение моего. Но, видимо, есть. Ну, смотри, предмет. Я то тебя как-нибудь точно заюзаю. Ну, потому что... Без тебя что-то не очень что-то получается у меня. Совершенно. Так, куда мы? Уже потерялась я по карте. Все нормально. Вот сюда, вот сюда. Ну, все. Изи-изи. Изи. Идем. Значит, сейчас какие-то двери новые должны открыться. Плюс у нас есть с вами тот самый ключ. Нам надо будет вернуться просто на этаж подняться. Открыть и удостовериться, как это вообще все. Дело работает. Предлагаю сделать сейв. Ну, меня просто уже стукнули. Поэтому я не вижу смысла игнорировать то, что ему надо сохраниться обязательно. Хорошо, куда? А, вот сюда. Все. Пойдемте поставим фрагмент и посмотрим, что оно нам откроет. Что это за хрень? Это фигня больше, чем все остальные. Не дыши! Не дыши! Так, эта сисястая хрень меня точно убьет. Ясно. А я вот в сейв-комнате. Я сейв? Хобана! А-а-а! Что такое, дебилой? Да не могу я сюда зайти! Как же жаль мне! Все, забись. Задолбали! Поняли? Все. Ксюша сейчас просто возьмет и все куски восстановит. И все. Все, вы можете в баню пойти. Ясно, блин? Открылось что-нибудь? Алло! Элизабет! Комнаты на этом этаже. Что это за место? Я знаю. И к моему стыду, правда, ранит меня до глубины души. Если бы я узнала, что мой отец и дядя создали такие ужасные пытки, такие способы убивать. Как мне попасть к тебе? Подняться на этаж выше? Там есть лифт. Еще одно изобретение моего отца. Но он создал сложный замок. Замок, который нужно открыть только, если есть все четыре. А, семейные гербы, короче, нужно открыть. Подожди. Кто-то идет. Томас, ты должен спешить ради нас обоих. Дорогая, ну... Во-первых, у меня есть восхитительный ключ. Та-дан! Классно, и где я? В какой-то новой зоне. И, значит, здесь, в этой зоне, как раз, и есть всякие полезности. Здесь были бы еще хилки. О, это что? Что это такое? Одиссея. Ага. Прежде всего, ты увидишь сирень. Сирен. Неизбежную чарой. Ловят они подходящих к ним близко людей. Мореходных. Кто по не зданию к тем двум чародейкам приближались. Их сладкий голос услышит тому ни жены, ни детей малолетних. В доме своем никогда не утешить железным возвратом. Пением сладким сирены его очаруют. На светлом сидя лугу, а на этом лугу человечих белеет. Боже, зачем это выигрывают? То есть, что мне это даст? Мы поняли. Это песни про сирен. Просто я к тому, что зачем? Мне эта информация абсолютно. Так. Есть, блин, хилка, пожалуйста. О! Кусок. Ну, зашибись, да. Классно. Что сделать? Больно. Да что, сегодня так больно-то? Ну, что больно-то так? Задавили меня еще нафиг этими дверьми. Значит, что надо сделать? Взять кусок. Манящий. Упасть вниз. Быстрее. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. А что туда ссунуть? Эээ. А-а-а, блин, все, вижу, вижу. Ага. На. Вот зачем я все это открывала. Уходим. Фух. Фух. Зато с куском в руках, как говорится. Лучше кусок в руках, чем журавль в небе. Дея. Ага. Ага. Ну, все, кусок-то есть. Ну, все, кусок-то есть. И враг есть. Так, он довольно слухач. Такой прям хороший слухач. Слухачидзе такой. Профессиональный слухарь. Какие еще обидные выражения я придумаю для него? Я не знаю, оставайтесь со мной. Ладно, он очень хорошо слышит, это очень бесит. То есть теперь нам придется что? Дальше комнаты исследовать, а потом использовать этот замечательный, замечательный ключ, чтобы пройти куда-нибудь еще. Но вот тут комната дофигелево, да, и мне надо прям в них попасть. Мы поняли, ясно. Блин, тут слухарь, он просто там такой... Не знаю, где он. Обязательно было таких вот, таких толстяков обращать, а? Что нельзя было как поменьше придумать, а? Не, ладно, подожди. Значит, что мы делаем? В какие комнаты шарохаемся? Сюда нам вообще не надо. Ну, зачем-то я сюда зашла проверить. Ну, мало ли. Ага, супер. Библиотека, кста! Что-то про библиотеку я слышала. Мне что-то Элизабет сказала про библиотеку. Тут, кстати, сейв. А, так это лафа. Класс. Давайте засейвимся, конечно. И послушаем. Я разочарован в этом ребенке. Ее наглость погубит всех нас. Мы стоим на краю пропасти, но выход есть. И какой же выход? Закованная в цепи в пещере. В ожидании того, когда я сжалюсь, чтобы освободить ее. Ради чего? Ради того, чтобы Элизабет отказывалась петь ее песню? Я не прошу его зародить рабский культ у его отца. Нет. Просто помочь снова открыть отель и восстановить его величие. Величие нашей семьи. Понятно. Интересно. И все, что ей нужно делать, это петь, привлечь их сюда. Если не с ее помощью, то как? Должен же быть другой способ. Может, использовать мои записи? Ну, а как направить, использовать эту силу без певца? Его все заботило, блин, понимаешь? Сила этих сиренних песен, очевидно. Хотел таким вот нечестным способом добиться желаемого. Не очень умно. Ух ты. Шкатулка. Слышишь? Что за шкатулка? Ну, почему я, а? Глупая ты скримотень. Что со мной? Класс. Ну, и что это за фигня? А? Так. Что за хрень? Так. Слышу. Это ты, да? Да, больно. Что происходит, блин? Что происходит? Меня какая-то птица задевает или типа того? Надо было бежать. Хорошо. Милки. Господи. Смотри, я и мой новый друг Васек. О! Игрушка, кстати. Слышишь? Ноты Матильда Нортон. Это те самые, что ли? Класс. Все, я можно отсюда пойду. Спасибо! Взяли и споганили мне все галюны мои. Матерь Божья, где я вообще? Как я сюда попала? Надо отсюда уйти. Здесь же нет больше комнат, которые я не осмотрела. Конечно, нет. Блин, ну еще и откинула меня назад. И побила меня сильно. Отстой. Теперь придется идти и сейвиться. Блин. Так, ладно, добежим просто. Что-то с хилками вообще беда, говорю же. Все, засейвились. Ладно, возвращаемся обратно в эти коридоры. Запутня какая. Ну вот я не все там посмотрела. Вот у манчика, кстати, смотри. Конечно, на вас это вообще не действует. Все, остался, кстати, последний. А, то есть ворота это не откроет, блин, да? Обидно. Я все равно придется дойти туда, ну, до конца. Так, и где это? Это туда, что ли? А, ну, прям за ним, короче. За вот этим чудиком, естественно. Ну, это вроде маленький чудик, небольшой. Большой дерется больно. А мне вроде... Оно и не надо все. Просто дойду все-таки я до библиотеки-то или нет? Тихонько, мистер. Я просто засейвлюсь, все. Так. Значит, меня совершенно наглым образом выпнули оттуда. Надо туда вернуться, значит. Хуиз. Там просто что-то может быть, понимаешь? Я только ради этого рискую, понимаешь? Иначе бы я туда не поперлась. Так, ты. Дурацкая комната. Чё-чё-чё за звук? Есть что-нибудь? Да что такое? Кто меня спалил? А здесь и нет ничего. Мне дальше по коридору надо, ребят. Блин, нету хилок. Хочешь туда зайти? Так заходи, не стесняйся. Тут для всех место есть, ну. Так, нам надо в дальнюю комнату. Офига я вообще сюда поперлась? Сиделась, понимаешь, на месте. Ой, смотри, там кровь. Мне туда как раз и надо, нет? Ладно, ладно, шучу. Не надо, конечно. Я просто думала, мы всегда следуем за неприятностями. Поэтому увидела кровь и подумала, нам туда. О! Это библиотека. Ну и, скорее всего, последний кусок как раз тут и лежит. Или наверху. Не знаю, пойдёмте посмотрим, значит. Там должен быть какой-то кусочек. Ну, скорее всего, последний кусочек и должен там быть. И тогда мы сможем открыть лифт. Задерживаем дыхание. Даём мистеру пройти. Ты угораешь? Спи! Вот так вот! Вот они все. Ну всё, все успокоились, да? Всем нужно немного отдохнуть. Ксюша и так больно. Меня уже полупили сегодня. Знаешь, сколько раз? Долго действует-то? Побежали куда-то все они. Значит, нам надо спуститься и забрать этот чёртов кусман. Сколько у меня этих штук осталось? Три штучки ещё. Ну, хпшек у меня, конечно, не так много, но нормально. Ладно. Переживу как-нибудь. Как туда зайти? Конечно, ты не мог. О! Так она здесь оказывается? Ну, хорошо. И теперь моя задача спуститься вниз. Ну и нажать, соответственно, на книпку. А второй где? Щиток. Но он наверняка здесь не один. Ну, как бы. Я в это просто не верю, что он здесь один. Ибо так тупо не бывает. Ладно. Давайте попробую вот тут спрятаться. Сумим, пройдёт. Значит, нам надо нажать сейчас её. Ну, может, кстати, всего один щиток. Дыхание, держи. Смотри, у меня. Так, ладно. Надо тогда с той стороны проверить. Может, здесь второй есть. Хотя бы просто увидеть его. Вот он, да? Щиток. А, ну, как всегда. Их тут всегда по два, понятно. Ну и ходи себе, круги нарезай. А как туда попасть? Без понятия. Ладно, главное нажать на кнопку, а там разберёмся. Кто-то ходит здесь? Ага. Определённо точно кто-то здесь шарохается. Нажали на кнопку. Всё. Развлекайтесь. А нам нужно второй щиток. Он находится прямо здесь. И туда можно попасть. Как-то всё это чудодейственным образом обогнув, да? Тут всё завалено, подожди. Ладно, сейчас поднимемся и будем думать. Терпи. Терпи. Казак-атаманом станешь. Терпи. Конечно, ты сразу же пошёл сюда. Да господи ты боже. Кто бы сомневался. Сомневался. А, здесь нет завала. С чего я взяла-то? Вон там был. Всё нормально. Отлично. Сейчас нажимаем второй тогда. И забираем последний кусок. Ура. Кто молодцы? Мы молодцы. Душные эти ребята такие. Всё, нажимай. Жамк. Всё. Класс. А, тебе просто необходимо пойти сюда, да? Ну, просто жизненно необходимо. Правильно? Нет? Тебе жизненно необходимо пойти туда, куда мне надо? Ну, это я могу понять. Слушайте, ну, у них радиус, на самом деле, не метр, а метра два всё-таки. Они прям дёргаются, если я прям совсем близко подхожу. В упор подходить это я, конечно, мастак. Ну, всё-таки. Всё, последний кусочек. И, видимо, заработает как раз лифт к ней. Правильно? К нашей, этой самой Элизабет. Надеюсь, что она там всё-таки есть. И меня не сирена... Не сирена залезла мне в голову и пытается... Под видом своей любимой, ну, чтобы я её освободила. Ну, просто я честно вам скажу, в такой исход я вполне себе верю. Тут, кстати, несколько концовок, прикиньте, она не одна. Не ожидали этого? Не ожидали этого? Вы там что, побежите все вместе проверять? То есть, опять нет, да? Опять вас это не привлекло. Что вас тогда привлекает? Вы какие-то странные. Твою мать, ну почему сюда обязательно? Придумай себе маршрут поинтересней. Идём. Кусок! Кусок-то возьми. Так, отлично. Сейчас он свалит. Аллилуйя. И нам теперь... Вот здесь можно пройти обратно. Вот. По коридору. Нам туда и надо. Хорошо. Давайте быстрее, а. Голова болит? Как же мне тебя жарит. Выбить страмон. Боже мой, Ксюша, шуточки просто великолепны. Я даже не знаю. Юмориста, с тебя просто умереть не встать. Да-да, всё, Крихтуна, я ушла. Всё. Счастливо оставаться. Так, вот ещё комната. Ух ты, это какой-то царский люкс, походу. А это что? Карта? Очередная. Ага. Карта-то восхитительно. Но сейва тут всё равно нет. Тут, честно говоря, вообще ничего нет. Они тут просто сжигали, да? Вы поняли? Просжигали здесь трупешники. А я не могу это взять. Тут огонь горит. Ну и знаешь, и не надо. Вот так, ребята. Ванная с подогревом. Поняли? Так что, если вам кто-то предложит, может быть, ванну с подогревом сделаем. Вы обязательно уточните, что имеется в виду под подогревом. Обязательно. Ну, мало ли, вот так тоже получится. Там не просто подогреешь, знаешь, там просто подгоришь. Ладно, последняя комната из неизследованных здесь. Я так понимаю, это которая, вот она, да. Ага. Ну, там кукла. Видимо, там надо как-то потушить этот огонь. Огонь любви. Опа. А как туда зайти? А-а-а! Отсюда не... Тут можно прятаться, видимо. В этом смысл. То есть туда можно попасть. А-а-а. А у меня есть такой ключ-то, надеюсь? Ха! Ну и фиг тебе, нет такого ключа у меня. Ясно, значит, сюда нельзя. Хорошо. Все, значит, ставим последний кусманец. И ура! Боже, боже, продолжайте. Мы все прошли. Ну, не все, конечно. С цилиндрами пока... Такое. Нужен сейф. Чудовищно нужен сейф. Прямо сейчас нужен сейф. Ну и вы нафиг, а вдруг бежать придется. Все, заходим. Отлично. Все, сейф. Фу! Так. Пошли последний кусок ставить. Что по этим штучкам? Две у меня осталось. Блин, ну хорош шарик на самом деле. Ну зря я его там два раза в библиотеке заюзывала. Просто там какая-то багуля, походу, произошла. Они просто накинулись на меня. Хотя я там сидела в стелсе и даже не шумела. Я даже не бегала. Все, последнее. Давай. Последний кусок. Все. Пошли в баню. Пошли в баню, ребята. У меня сейф. Ничего не знаю. Все. А на этом чудесном лифте мы покатаемся с вами в следующей серии. Вот так, ребят. Ну пока события развиваются, понятно о чем сюжет. Понятно, что там происходит. Родители воспользовались... Ну это не русалка, конечно. Не знаю, как это правильно назвать. Вот. Воспользовались. А она, может быть, их прокляла всех чертовой матери. А дочь, которая наша женщина, собственно Элизабет, отказалась учить эту песню сирены. Для того, чтобы привлекать. Потому что она сказала, что все это построено на разбитых кораблях, убитых людях. И, в общем, совсем там кукуха поехала у ее папы и дедушки, по всей видимости. Там совсем они людей зачем-то пытали. Культ этот... У дедушки был свой культ. Отец, видимо, не особо как бы и сопротивлялся, наверное. А может быть, у деда был свой культ, потому что он боялся как раз-таки сирены. Отец хотел воспользоваться сиреной. А дед боялся ужасно сирены и создал этот культ. Типа, ничего не вижу, не слышу, не говорю. Знаешь, вот это вот обмотаемся и не будем слышать голоса сирены. Наверное, смысл в этом. Ладно, ребят, пишите, что думаете по поводу игры. Я не думаю, что там осталось еще много до конца прохождения. Наверное, максимум два видео. Так что оставайтесь со мной. Обязательно проверяйте страничку, да, в ютубе мою. В 9 утра и в 12 дня. Обычно в это время выходят видосики. И следите, конечно же, за вкладочкой сообщества. Там я пишу примерное хотя бы расписание выхода роликов. Что, когда, какие дни выходные, какие дни стримы. Так что обязательно не забывайте за этим следить. И отдельное спасибо, конечно же, спонсорам канала. Ну, а мы с вами увидимся в других роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok